Микс Ньюс. Голова предмет темный, исследованию не подлежит. А мы попробуем. Врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов исследует события недели, поставит диагноз и назначит лечение. Нет, это не болезнь, это позиция от неграмотности. По понедельникам, когда нам особенно тяжело, в 16 часов. Лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа «Диагноз недели». И тебя вылечат, и тебя тоже вылечат. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Как наступает осень, летом в это время еще можно сказать добрый день. Сейчас же темно и как-то не скажешь. О чем мы сегодня с Вадимом Родионовым будем с вами говорить? Наверное, нам всем доводилось слышать в своей жизни множество различных несправедливых обобщений. Начнем с Вадима, например. Все мы знаем, что журналисты – люди продажные. Да, я буквально на днях получил очередную порцию замечаний в этом смысле, что с вами нельзя иметь дело, потому что всем известно, что вы представитель второй древнейшей профессии. Да, продажные, непрофессиональные. Как было еще у Ильфа и Петрова, акробаты-пера, виртуозы, фарсы, гиены ротационных машин. И еще это бездари, которые ничего не делают. Ну, естественно. Это тоже. Это из моего любимого. Да. Перейдем ко мне. Врачи все только дерут деньги, ничего не делают. Рвачи. Да, от них сплошной вред. Все они агенты фармфирм и стараются только впихнуть пациенту лекарства подороже и лучше только губят и калечат. Ну, и карательная психиатрия. Карательная психиатрия само собой. Она чуть-чуть отошла в прошлое, но где-то еще всплывает. Ну, и дальше можно вспомнить очень много разных обобщений. Не знаю. Все евреи – жаденые и жулики. Все русские – пьяницы. Все мусульмане – террористы. Все больные с ПИДом геи, или наоборот, все геи, они обязательно заболеют с ПИДом, будут его распространять. И еще множество-множество таких вещей, которые можем припомнить. У всего этого есть красивое название – стигматизация. От слова «стигма». Слово «стигма» греческого происхождения обозначает рано, клеймо, пятно и тому подобное. Но мы сейчас говорим не о клеймлении фактическом, а о метафорическом. Клеймлении позором, как это говорилось. Вот это, в общем-то, то, о чем мы говорим. То есть, это когда на человека или на группу людей по какому-нибудь одному признаку, чаще всего негативному, накладывается суждение, естественно, тоже негативное, которое в общем-то не находит в себе подтверждения. То есть, такое радикальное обобщение. Так это можно, наверное, сформулировать. Очень радикальное. Это стигматизация. Это вся часть неких стереотипов, естественно, отрицательных. Стигматизация всегда имеет отношение к осуждению. Но какая она бывает? Ну и широкое понятие – это социальная стигматизация, которая имеет отношение к обществу, к родственным членам, группам и так далее, и так далее. Если мы повспоминаем, то, наверное, стигматизация очень ранняя вещь. Если мы подумаем, что на самом деле изначально, если посмотрим на названия различных народов, африканских, американских и так далее, очень часто то название, которым люди называли себя, это переводилось как настоящие люди или истинные люди или правильные люди. То есть, всегда было разделение, что чужие – не мы. Это по определению чужой – значит плохой. Ну, свой чужой – шпион-разведчик, да? То есть, здесь можно использовать вот это. Чужой – значит варвар, чужой – значит убийца, вор, насильник, в общем-то, не заслуживающий никакого доброго отношения. Чужого лучше сразу убить и съесть, или просто убить, или отгонять его и держать его подальше. Ну, можно ещё обратить его в рабство, чтобы принять хоть какую-то пользу. Если мы идём дальше, в нашу современность, вот мы начали с нас с вами, Вадим. Один из таких интересных примеров стигматизации я испытал на себе. У меня была пациентка, она ходила ко мне какое-то время, у меня были серьёзные проблемы. Потом вдруг её муж, который всё это финансировал, разорился, не смог больше за всё это платить. Ну, мне как-то было неловко её бросать в разгар лечения, потому что я сказал, приходите, когда-нибудь потом, если получится, расплатитесь. Ну, не получится, не расплатитесь. Вот, и вот она приходит ко мне в какой-то беседе. Она говорит, ну да, ну вы же знаете, доктор, какие жадные все эти евреи. Я с интересом на неё смотрю, она не понимает, кому и что она сказала. Я спросил, вы сейчас это мне говорили, вы задумаетесь о смысле этой фразы? Она застеснялась, сказала, я, конечно же, не то имел её в виду. Ну, вот вам пример стигматизации. Человек, который, в общем-то, ко мне относится совсем неплохо, человек, который относится ко мне симпатией, с какой-то благодарностью, даже не задумываясь, выкладывает эту теорию о жадных, жуликоватых евреях. Здесь срабатывает принцип исключения из обобщения. То есть мы, допустим, я сейчас рисую такую модель, говорим о некой группе людей, допустим, людей одной национальности, и говорим, вот они все такие, но ты исключения. Мы же это часто делаем, да, вот как говорят, вот эти русские, ну это нормальные русские, или там, и этот латыш нормальный, соответственно, мы его вытягиваем из какой-то одной этнической группы, которой мы, возможно, относимся с стереотипами, и подчёркиваем его нормальность. Хотя таким образом, мне кажется, мы его ещё и оскорбляем. У этого есть прекрасный исторический прецедент в Германии, когда фашисты были уже власти. Должна была быть эта хрустальная ночь, ночь еврейских погромов, то ли Гиммлер, то ли Геннг, не помню, кто-то, кто руководил. Он направлял обычно отряды штурмовиков не в те районы, где они жили сами. Он говорил, у каждого из вас есть один знакомый, хороший еврей, исключение всех евреев Германии. Это такая психологическая история, чтобы не было симпатии. Поэтому, чтобы жалость вас не портила, идите в другой район, чтобы вам ничего не мешало. Звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? — Добрый вечер. — Здравствуйте. — Не могу я вообще примолчать, я вспомнила ещё. Кладовщики все воры, во-первых, и продавцы, причём это на официальном уровне с продавцами, была очень интересная теория, что почему им платят маленькие зарплаты. Они всё равно, продавцы, или уворуют, или будут из-под прилавка продавать. Это было на уровне государства. Спасибо. — Да, спасибо вам. Опять же, да, стереотипное отношение. — Да, их много. Ну, мусульмане – террористы, кавказцы – все преступники и насильники, спортсмены и военные обычно туповаты, потому что они же люди таких профессий, зачем интеллект, собственно говоря. это стигматизация по таким профессиям или национальности. Есть стигматизация, которая, скажем, я сталкиваюсь регулярно с её последствиями, это стигматизация по психическим заболеваниям. То есть, с одной стороны, как вы поняли, карательная психиатрия, это то, что о врачах, а вот то, что речь идёт о людях, болеющих, вроде мы живём в очень просвещённое время. Ну, а тем не менее, вот вы, Вадим, недавно писали. Да, я написал пост про депрессию, и, кстати, мне было интересно посмотреть на реакцию, когда я рассказал о том, что я, в общем-то, тоже страдал этой историей, и с ней удалось справиться, и были люди, которые действительно как раз относились ко мне, ну, ты там мало работаешь, иди ко мне, помахай лопатой, и вся депрессия пройдёт и так далее и подобно, и если бы работал физическим трудом, то ничего подобного бы у тебя не случилось. Соответственно, да, целый ряд стереотипов, мне было интересно их изучить, на самом деле. Вот это обычно намного шире, стематизация по психическим заболеваниям, ну, всякий человек с психическим расстройством или проблемой, его называют псих. Значит, он болен, значит, он опасен, и, да проститься мне, Вадим, немалую роль в этом сыграли, особенно в перестроечное время, средства массовой информации, что статьи типа заголовками, там, кого-то упекли в психушку, не в больницу, а в психушку, преступник оказался психом, и так далее, и так далее. То есть, в общем-то, в пренебрежительном и уничижительном тоне отзывались и о том месте, где люди, по идее, должны лечиться, и о людях, которые болеют. Я все равно кому-то из своих знакомых задавал этот вопрос, почему вы так делаете. И ничего меняем, кроме того, ха-ха, ну, это, ты понимаешь, это шутки, я не услышал. Я слышал такую точку зрения еще в конце 90-х годов, когда разговаривал с одним врачом, я брал интервью у него, он сказал о том, что люди, которые приходят ко мне, он тоже как раз занимался психиатрией, он говорит, боятся говорить о том, что у них депрессия, потому что, говорит, лучше я скажу, что у меня венерическое заболевание, это более престижно, то есть не подумают, что я псих. Ну, соответственно, эти стереотипы достаточно сильны были, но они остаются и сегодня, как мне кажется, хотя в меньшей степени уже. В меньшей степени, но я регулярно слышу, ну, что вы, доктор, я же не псих, или, ну, что обо мне подумают, к психотерапевту, что скажут люди, что значит, что это психотерапевт. Ну, это признание слабости, в том числе, если человек... Да не слабость, какого-то порока, какого-то неисправимого порока, дефекта, у этого есть очень печальные последствия. Ну, например, я несколько раз встречался с ситуациями, когда человека серьёзно, психически больного, с серьёзной болезнью, шизофренией, допустим, родные ухитрялись всю жизнь не показывать врачам. Они его стеснялись? Они считают, что не оберегают его таким образом. Возможно, при этом думали, что на семью позор, а не на выше, но они его оберегают. Ко-нибудь приходила девочка, мама, которая была тяжело больна, и её родители, её муж за всю жизнь маму так и не отвели к психиатру. Но она ведь испытывала ещё и невносимые страдания. Мама страдала сама, естественно. Мама, девочка, которая растёт рядом с мамой, которая настолько поглощена своими страданиями, что, естественно, не может уделить девочке никакого внимания. Синдром мёртвой матери, то, что мы когда-то в одной передаче обсуждали, кто хочет, может это поискать в Гугле, это достаточно интересная тема. То есть девочка тоже выросла не психически больным, а очень психологически травмированным человеком. Девочка с депрессией, с ощущением своей малой ценности и так далее. Звонок у нас. Да, звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый, Константин. Я, кстати, хочу поддержать слушателя, который написал насчёт лопаты. На самом деле, имея неполное психологическое образование, не дать его же закончить. Иногда получается так, что в силу своей грамотности люди обращаются ко мне за помощью, и главный мой постулат в советах каких-либо депрессивных состояний, ну, неважно, развелись ли, заболели ли, что-то случилось, уволились, работали. Физика тянет психику. Вы знаете, что такое депрессия? Вам когда-то приходилось её переживать? Я говорю сейчас про стрессовое депрессивное состояние. Нет, у меня не бывает депрессии, слава богу, не тот тип характера и не тот образ жизни. Мне некогда депрессовать. Да, мы вас поняли. Спасибо вам. Ну, вот это, кстати, мне кажется, очень показательный комментарий. Я рад, что у Константина есть психологическое образование. Я заметил, что оно неполное. И я заметил, что, очевидно, оно как-то не связано с практикой, потому что Константин прекрасно изложил именно мнение непрофессионала на проблему психических состояний, того, что с ними делать. Мне кажется, здесь можно привести пример, когда у вас болит зуб, вы можете сказать, давай, помаши лопату, и у вас пройдёт. Ну, почему-то не проходит, как мне кажется. Ну, я думаю, это… Депрессия тоже воспринимается некоторыми людьми вот так. Это вечная история. Никогда не помню, почему люди, не знающие такую депрессию, тем не менее, имеют мнение о том, как её надо лечить и щедро им делиться. На чём нас установили? На психическом стигматизации психиатрических расстройств. В чём проблема? Во-первых, стигматизированы больные окружающими их людьми. Во-вторых, то есть, в течение времени, самостигматизация человека ощущается, когда человек ощущает себя ущербным, когда человек ощущает, если у него депрессия, проблемы, навязчивые страхи или психотические расстройства, человек ощущает не просто тем, кто болен и нуждается в помощи. Он ощущает себя каким-то изгоем, ощущает к кому-то относиться с презрением, с пренебрежением. Поэтому он обращение за помощью оттягивает до последнего. Ну вот о том посте, который я написал, и почему я его написал, рассказав о том, что мне пришлось пережить, я сделал это именно по одной простой причине. Несколько человек, моих знакомых, с которыми я разговаривал, честно признали, что они боятся идти к врачу, боятся обратиться за помощью, хотя страдают очень серьёзно, по причине того, что их осудят. Или не поймут, или начнут критиковать, или скажут, как Константин, у меня не тот тип характера, у меня депрессии не бывает. Хотя это вообще не зависит от характера. Один мой пациент сначала сказал, что может мне, нам с вами в Фейсбуке, скажем, что я мог вам писать, подружиться в Фейсбуке, скажем, боже, нет. Иметь психиатра в друзьях, что люди скажут. То есть даже иметь психиатра в друзьях на Фейсбуке, для кого-то это позор. Ну, у нас с вами много общих друзей в Фейсбуке. Да, что бы мне подумать. Вот. Поэтому самостигматизация тоже отдельный момент, когда человек чувствует себя ущербным, потому что он сам себя считает из-за общего или общественного мнения. И это тоже будет достаточно трагическим последствием. Мы все знаем о случаях самоубийства, когда люди с тяжёлой депрессией никогда ни разу не дошли до врача и могли бы жить себе. Этого не случилось. И здесь я регулярно с этим сталкиваюсь, и регулярно у меня какое-то, ну не знаю, бессильное негодование. Потому что сколько мы с вами не говорим об этом, сколько в этом пишут в прессе сплошь и рядом, в книгах, говорят по телевидению. Это не пробиваемся. Есть люди, которые считают психические болезни позором. 672 12 93 9 и 672 13 93 9. Телефоны прямого эфира. Да, слушаем вас. Здравствуйте. А вы знаете, есть ещё такое мнение, что многие психиатры и психологи от общения со своими пациентами, они сами неадекватны психически. Я такое не один раз слышала. Как вы к этому относитесь? Спасибо. Да, что психолог или психиатр получает это образование для того, чтобы свои проблемы решить. нет. Если вот это то, что вы сказали, что психиатры становятся неадекваты от общения с пациентами, неправда. Психические болезни не передаются, ими заразиться сложно. то, что я думаю, что люди, которые интересуются сферой человеческой психики и расстройств, психиатры, психологи, психотерапевты, очевидно, люди, которые, да, изначально в этой сфере ощущают некоторые проблемы, как и многие не психиатры. Люди, людям это дает толчок и интерес пойти заниматься этой сферой, работать в ней. Что не делает их психически больными, но, как известно, люди, которые занимаются психотерапией, обязаны прежде чем начать практиковать, пройти собственную психотерапию для того, чтобы проработать свои проблемы и не решать их за счет пациентов. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв. Это программа «Диагноз недели». Оставайтесь с нами через несколько минут. Вернемся и продолжим. Работает врач-психиатр Ариэль Резник-Мартов. Меня зовут Вадим Родионов. Звукорежиссер Родион Золотарев. И говорим мы сегодня о стигматизации. Сегодня это наша тема. Продолжаю тему заболеваний. Есть, кстати, хорошая цитата. Была такая философ и писательница Сьюзен Зонтак. У нее есть хорошая фраза. «Кажется, что любому обществу необходима болезнь, которую можно было бы отождествить со злом, а ее жертв воспринимать как позор». Ну, у нас у всех на глазах разгорелась история со СПИДом. Все мы помним, как это начиналось, и все мы помним, во что это превратилось. То есть все жертвы СПИДа. Я помню удивительное количество людей, то ли религиозных, то ли нерелигиозных, но очень злорадных, которые писали, что СПИД – это божье наказание, это наказание геям и наркоманам за их пороки, это Бог так их выжигает, это Бог карает все человечество. И я помню, хотя уже не знаю, раз уж на стенах не писали о том, что как СПИД передается, где-то появлялся больной СПИДом, его обходили стороной, где-то его начинали травить, заставлять съехать из дома, где он живет. Людям опасались подать руку демонстративно, где-то в публичных местах игнорировали, пытались изгнать. Это была совершенно адская история. То же самое происходило с онкологическими заболеваниями. Свежая история, к сожалению, в России, где… – Травили соседи. – Да, в каком-то подъезде приезжала женщина с дочкой проходить лечение от онкологии, по-моему, облучение в штандухе. Нашлась соседка, которая начала обходить соседей с бумагами, собирать подписи за то, чтобы ее и запретить жить в этой квартире, в этом доме, потому что онкологией можно заразиться. То есть та же самая история. Онкология, зло, ты больна онкологией, ты должен быть извергнут из общества. – Ну, там уже такое извращенное религиозное трактование включается часто, наказан за какие-то грехи и так далее и тому подобное, и, соответственно, уже тоже это в какой-то момент этот человек, получается, со стигматами в отношении которого стереотипы работают. – Разумеется. Люди любят говорить о болезнях от лица Бога. Люди считают, что они хорошо знают, чего хочет Бог, кого, как и за что Он карает, что надо сделать, чтобы заслужить Его благорасположение и так далее. Когда, кстати, где-то на радио была дама, когда в Таиланде было землетрясение и цунами, когда погибли тысячи людей, сказал, ну, конечно же, это Таиланд, это блудница из тех, кто Господь покарал. Это место. – Но ведь люди, которые часто выбирают такую модель поведения, осуждают всех, они тоже болеют. Они тоже болеют раком потом. Они тоже могут оказаться в той ситуации, в той группе людей, которых они сами осуждали. Вот такое же тоже случается. – Я думаю, что у этого есть, конечно же, какая-то защитная роль. Если мы стигматизируем какого-то человека или группу людей, мы как будто автоматически подчёркиваем, что мы не они. – И мы пытаемся таким образом подчёркнуть своё превосходство над ними. – Разумеется. Мы не они, они не. Мы явно не наделены всеми этими пороками и бедами, и недостатками, поэтому мы имеем право клеймить. Надо, кстати, сразу заговорить, что стигматизация… Нынче модно любое критическое замечание называть обесцениванием. Не любое критическое замечание является стигматизацией. Ну, если кто-то скажет мне, вы, Резник Мартов, плохой врач, это просто будет чьё-то мнение обо мне. Кто-то мне скажет, вы, Резник Мартов, как все врачи, психиатры, жулик, прохиндей и так далее, и так далее. Вот это будут стигматизации. Мне кажется, эти вещи легко отличить друг от друга. – То есть есть мнение и есть утверждение. Хотя нет, плохой врач – это тоже утверждение, а, возможно, плохой врач – это уже мнение. – Наверное. Такая тонкая история. Журналистка, кстати, её все журналисты знают хорошо. – Куда вообще берётся стигматизация? Очень характерно, что люди, которые высказывают о ком-то стигматизирующем мнении, с теми, кого они критикуют, часто и не пересекаются никогда. Допустим, множество людей в жизни не общались напрямую с человеком, больным с ПИДом. Множество людей имеют крайне ограниченное представление о психических заболеваниях. Кроме слова «псих», они больше ничего не знают. – Очень характерно было, я часто замечал, что люди, которые говорят – эти американцы, все они тупые, все они жадные, и лишь бы им деньги зарабатывать наглые и так далее, и так далее. – Обычно при вопросе, вы когда-нибудь были в Америке? – В Америке они не были. Американцев они знают по передачам… – И по карикатуре дяди Сэма. – По карикатурам, по книжкам, по рассказам о чём-то и так далее. Тоже то, о чём мы вообще не имеем никакого представления. Вообще никакого. – Ну, тогда, когда мы не имеем о чём-то представления, ведь тогда это такая благодатная почва для создания стереотипов. – Вопрос, почему у нас есть потребность создавать такие стереотипы? – А это не связано с нашей самооценкой? – Ну, опять же, вот та история с американцами. Ведь, несмотря на то, что они тупые, они жадные, они капиталисты, мы носим джинсы, мы ходим на американские фильмы, мы ездим на американских, реже, правда, на европейских в основном машинах, ну и так далее. То есть, условно говоря, тот, проклинаемый многими западный мир, он, в общем-то, живёт с нами уже многие десятилетия. И мы не выбираем что-то отечественное, а, наоборот, предпочитаем опять те же джинсы пресловутые. – Вопросами никто особо не заморачивается. Хороший пример того, что такое кого-то стигматизировать, даже не будучи знакомым с ним, когда мы как-то были на экскурсии во Вьетнаме, я спросил гида, который когда-то учил в Советском Союзе, скажите, а евреи у вас есть? Сказал, у нас есть китайцы, это ещё хуже. – Я сказал потом, как интересно. Евреев в стране нет, антисемиты есть. – Ещё звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? – Добрый вечер. – Здравствуйте. – Меня зовут Явдогонку. К вашему анекдоту только что прозвучавшему, чтобы разведить ситуацию. Один мне близкий человек, ну, уже довольно много лет назад, ему показалось, что у него есть определённые психические проблемы, и решил пойти психотерапевту, очевидно, на консультацию, дабы как-то настроить себя на правильную волну. И когда пришёл на приём и начал общаться с этим специалистом, практикующим, известным, официально практикующим там, от той интонации, с которой начался разговор со стороны специалиста, с клиентом, с пациентом, таким успокаивающим, ну, нудным где-то, таким флегматичным. Короче, клиент, мой близкий человек, в принципе, испугался, сказал, мне казалось, что я ещё большую проблему сейчас получу после такого стиля разговора. В принципе, культурно поблагодарил за сеанс, ушёл и как будто бы излечился. Вот. Спасибо. – Да, спасибо вам. Ну, для меня эта история, скорее, о тревоге самого клиента, которому было так страшно прийти за помощью, даже не в оскорбительном, а в таком нудно-спокойном тоне, он усмотрел какое-то бедствие и убежал. Но если он залечился – окей. Или проблёв было не так страшно, или ему стало проще жить со своими симптомами, чем ходить к психиатру. – 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Телефоны прямого эфира. Программа «Диагноз недели». Врач-психиатр Харель Резник Мартов работает в студии. Звоните. Мы говорим сегодня о стигматизации. – Есть, кстати, такой зверь, как позитивная стигматизация. Когда вроде бы в эскане звучит как комплимент, но по сути нет. Ну, например, гляди-ка, ты для спортсмена довольно-таки умный человек. Или гляди-ка, военный, а литература интересуется, следит там за научными новостями. То есть вроде бы комплимент. – Но при этом оскорбление. – Но при этом оскорбление. То есть в общем-то из какой-то изначально неполноценной касты, но для нее ты очень хорош. Какой молодец. – Но вот эта стигматизация, она какую цель преследует? – Я думаю, это снисходительное заявление, она тоже преследует целью как-то возвыситься над тем, о ком ты говоришь. – Ну, я, кстати, с этим тоже нередко сталкиваюсь. Бывают такие комментарии в Facebook, когда пишут, что он хоть журналист, но вроде умный. Ну, то есть такое тоже случается. – И это тоже. Что еще бывает? Бывает такое странное явление, как стигматизируемые, которые тоже стигматизируют. Ну, например, люди, которые в каких-то европейских странах ищут убежище. По политическим мотивам, по каким-то еще другим. Допустим, люди мусульманских взглядов и мусульманской религии, они просят защиты, потому что их где-то преследуют, просят защиты, потому что что-то угрожает их жизни. Но приехали в эту страну, они ровно так уже нетерпимость проявляют к ЛГБТ-сообществу или к другим людям, взгляды которых не соответствуют их. Они тоже говорят, что они же геи, гореть в аду – это грешники. Но есть ведь еще более такая тонкая история, когда, допустим, ну, возьмем представители России, они приезжают из России и потом начинают стигматизировать своих соотечественников. И это тоже. Ну, либералы, консерваторы, вот эта вся история, когда вот эта вата, которая там и так далее и тому подобное. Не разбираясь уже, а вата там или не вата, и что мы под этой ватой пресловутой подразумеваем. В общем, вот этот стереотип и оборчение. Как только любая твоя фраза не укладывается в мои взгляды, я тебе запишу. В вату, в фашисты… В укропы, в колорады там и так далее. В укропы куда угодно. Часто стремление стигматизировать берет начало в семье и в воспитании. Ну, если человек вырос с убеждением, неважно, что все русские мерзавцы, что все психически больные – это страшные люди, и не зря Гитлер их уничтожал, очищал генофон человечества. Или, опять же, пресловутые страшные американцы, или коварные евреи. То есть, часто люди воспринимают то, что они слышали в детстве из семьи. То есть, они просто ретранслируют потом? То, что называл Фрейд супер-эго, сверх-я, та часть нашего сознания, в которой содержится информация, не переработанная рационально. Она с нами изначально воспринята на веру, обычно берется из детства. Эту же часть в транзактном анализе называют «родитель», что еще более красноречиво описывает. То есть, если родитель своему ребенку рассказывает какие-то там, передает им некие свои стереотипы, велика вероятность, что он будет их также воспроизводить? Да. Очевидно, до тех пор, пока он не начнет сталкиваться с людьми, о которых мы говорили всякие страшные вещи. И, возможно, еще замечать, что не каждый мусульманин обвязан поясом шахида и стремится всех уничтожить. Что не каждый немец фашист, не каждый русский стремится тебя оккупировать. Не каждый латыш только и мечтает, чтобы тебя отсюда побыстрее изгнать и так далее, и так далее. Вот эта упрощенная форма восприятия, которую мы все-таки, как мне кажется, подразумеваем под стигматизацией, на ваш взгляд, она для чего нужна нашей психике? То есть, можно ли это объяснить с научной точки зрения, почему мы так упрощаем это реально? Во-первых, в черно-белом мире жить куда проще. Цветов всего два. Как ребенок всегда спрашивает какого-нибудь персонажа из книжки и риски фильма, скажи, папа, а он плохой? Ребен всех делит на плохих и хороших. Свой и чужой, опять же. Да, у него очень простой мир – плохой и хороший. Наши – чужие. Точно так же, кстати, не случайно в замечательных фильмах «Чужой» – здесь хоть три или четыре их было. Простое слово – чужой. Он не просто монстр или чудовище, он чужой. И уже поэтому он страшен. Уже поэтому он проникает в тебя, уничтожает тебя и так далее. Мне кажется, очень хорошая метафора. Во-вторых, мне таки кажется, что чем выше у человека интеллект, чем больше его культурный багаж, чем больше различных взглядов он способен переработать, во сколько различных мнений он способен воспринять, тем больше его шансы не наклеивать ярлыки, не поддаваться этому искушению заклемить позором, почувствовать себя хорошим, ощутить свое превосходство и так далее. Вот приходится часто слышать, в том числе это достаточно популярная форма диалога в фильмах о войне, в которой герой говорит о том, что я поехал на войну, потому что там все просто. Да. Это не лукавство. Это так и есть. Да. Интересно, что от стигматизации люди часто получают некие выгоды. Ну, например, то, что в Америке долгое время называлось, по-моему, сейчас есть позитивная дискриминация, поскольку ты относишься, допустим, к чернокожим, к вечно угнетенному меньшинству, ты имеешь льготы при поступлении в университеты, ты имеешь льготы при каком-то выборе при приеме на работу и так далее. Мне кажется, позитивная дискриминация то, что и называется вторичной выгодой от стигматизации. Точно так же стигматизируемые могут стигматизировать своих обидчиков. Ну, например, если меня обзывают геем и унижают по этому поводу, значит, эти все нормальные… Гомофобы. Или они все примитивные и неинтересные. Если, допустим, если ты относишься к уголовному миру, совершил преступление, кстати, тоже часто бывает, совершил преступление, на тебя поставлено клеймо, тебя нельзя брать на работу, тебе нельзя верить, вообще нельзя иметь дело. Но ведь и внутри криминального мира есть свои иерархии. И это тоже. Там есть достойные преступления и недостойные преступления, которые уже оцениваются самими заключенными, скажем. Это тоже. Я хочу сказать сейчас о другом, что часто мы послушаем людей, которые имели отношение к этому миру, часто с презрением относятся к тем, кого когда-то называли фрейра. Или, как их называют, мужики и так далее. То есть люди, которые не имеют отношения к криминальному миру, поэтому они простые, не заслуживающие уважения, над ними можно насмехаться, обижать и тому подобное. — Ну вот вопрос нашего радиослушателя Виталия, он спрашивает у вас, почему появляются плохие люди? — Ух! — Хорошо. — Что такое «хорошо», что такое «плохо», вспомним Маяковский. — Я вам недавно это отведу, потому что вы для начала разъясните, кто такие плохие люди. — Это опять же обобщение, кстати. — Да, с чьей точки зрения они плохие. Я думаю, что эта тема так не для одной передачи, а для десятка разбираться, откуда понятие добра и зла, кого мы назовём плохим, кого мы назовём хорошим. Я думаю, что, честно говоря, одна из каких-то наших, я бы сказал, обязанностей перед самим собой в первую очередь перестать красить мир в чёрно-белый цвет. Сказать человеку, что он плохой, проще всего. Почему-то сказать, что он плохой. Вообще, мне кажется, один из хороших способов не стигматизировать. Попробуй примерить на себя жизнь этого человека. Попробуй примерить на себя его роли в жизни, его судьбу, и вот оттуда изнутри попробуй судить о нём. Когда-то знал человека, который на волне перестройки стал бизнесменом и был достаточно высокомерен к окружающим. То я уже встретил, когда он уже писал быть бизнесменом, работал таксистом, и там он говорил, что все бизнесмены жулики, все они эксплуатируют простых рабочих людей и так далее, и так далее. То есть, видите, роль меняется, и стигма меняется, и объект приложения стигма меняется. Но отношения остаётся. Да. То есть, меняется среда, но остаётся некий взгляд. Поэтому откуда берутся плохие люди, я вам не скажу. Ну вот, кстати, Виталий пояснил жестокие, жадные, черствые и коварные. Здесь можно поговорить о садизме, о нарциссизме, о психопатии и разбираться, где здесь плохой человек, что не является медицинским диагнозом, а где здесь психическая патология, которая к этому приводит. Мы можем сказать, что психопат – плохой человек, потому что он жесток, потому что он не думает и не сопереживает никому. Но опять сказать, психопатия лично мне объяснит, как термин больше, чем термин «плохой человек». 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Телефоны прямого эфира в нашей студии у нас несколько минут остаётся до конца. Вы ещё можете успеть до нас дозвониться и задать свой вопрос. Рель Резник Мартов, врач-психиатр, работает в студии. Мы говорим сегодня о стигматизации. Ну и в завершение уже всё-таки, когда мы традиционно заканчиваем этим вопросом, когда стоит задуматься, когда человек вдруг ощущает, что ему нужна помощь. Где этот момент, когда он наступает? В каком плане нужна помощь? Ну, если, допустим, он понимает, что он стигматизирует других. Или это сложно понять и осознать самому. То есть, если я разделяю мир на чёрное и белое. Сказал, что если тебе мир слишком ясен, это уже повод задуматься. Но если мир слишком ясен, ведь сложно задуматься. Ну, ты рано или поздно, если ты не закрываешь глаза, упираешься в то, что мир не соответствует твоим взглядам на него. Что возникает конфликт на сознание. Да. Давайте примем его. Здравствуйте. Как это зовут? Добрый вечер, Виктор. Да, Виктор. Вы знаете, я слышал одну очень интересную теорию, что психически здоровых 100%, всего 2% людей на земле. любое коллекционирование, пьянство, курива – это уже отклонение от психики. Горишь на работе – отклонение от психики. Ну, и так далее. Так сказать, любое увлечение в результате только 2% психически здоровых людей. Да, спасибо. Я не знаю, чья это статистика. Я с этим не согласен. У любого человека на протяжении жизни могут быть какие-то моменты душевного дискомфорта, но это не повод записываться в психически больные люди, поэтому мне как-то это еще очень непрофессиональное мнение. Так вот, возвращаясь к тому, о чем мы говорили. Если ты стремишься кого-то безапелляционно осуждать, это уже повод задуматься. Если ты осуждаешь очень часто, причем опять целую группу людей, неважно, религия, народ и чем-то другим причем объединенное, всегда стоит задуматься, а когда ты успел стать судьей? Кто и когда облег тебя таким моральным авторитетом? И так ли уж ты совершенен сам, чтобы судить окружающих? Вот это вот из Библии «Кто из вас без греха пусть первым бросит в нее камень?» Это очень, мне кажется, хорошо сказано, потому что кидаться камнями, казнить и осуждать, если у вас есть такое стремление, и вы не являетесь профессиональным палачом, это повод задуматься о себе, повод. То есть, если ты видишь зло, хочешь в околе, в других людях, возможно, ты смотришься в зеркало. Ну что ж, на этом мы сегодня завершим нашу программу. Это была программа «Диагноз недели». В студии работали врач-психиатр Ариэль Резник-Мартов. Меня зовут Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. Я с вами не прощаюсь. Через час мы встретимся в программе «Вечерный интерактив». Впереди программа «Открытая кухня» с Валерией Ивановой. Ну а Ариэлю мы говорим до свидания, до следующей недели. Всего доброго.